В Беларуси Россия продолжат сотрудничество по преодолению последствий Чернобыльской аварии. То, как развиваются пострадавшие регионы Гомельщины сегодня, показали известным российским журналистам и блогерам, участникам пресс-тура, посвященного 30-летию катастрофы на ЧАЭС. После аварии с карты Гомельской области исчезли около 400 населенных пунктов, были переселены 100 тысяч человек. Но благодаря реализации республиканских и союзных программ здесь удалось создать все условия для развития экономики и социальной сферы. Мы научились за эти годы на наших территориях получать чистую продукцию, сельхозпродукцию. Если сегодня взять, сколько вложено средств и сравнить с 98-м годом бюджетом нашей республики, когда мы начинали работать в этом направлении, то за этот период вложено 30 бюджетов государства. Более 4 миллиардов рублей за эти годы выделены из союзного бюджета, в том числе на медицинскую помощь местным жителям, а также на программы по оздоровлению детей. Особенно плодотворное сотрудничество. И здесь, в общем, никто не мерится, кто впереди, кто сзади, потому что все, что наработано на территории Беларуси, является, так сказать, идет в воспоряжении Российской Федерации. То, что наработано в Российской Федерации, используется здесь. Поэтому это единый банк данных сделан. Более 30 журналистов в центральных и союзных изданиях побывали в пострадавших районах Полесском экологическом заповеднике, Научном центре радиационной медицины. Своими впечатлениями они поделятся в том числе в статьях и репортажах. Продолжение следует...